Состав стабилен. Многих депутатов переизбрали в 2015 году. Председатель Совета Леонид Кочетов называл это своеобразной оценкой со стороны населения. При этом сама структура городского парламента постоянно совершенствуется. По инициативе главы города Сергея Сергеева создали комитет, который курирует вопросы безопасности и занимается делами казачества. Как сказал его председатель Николай Смирнов, в целом старт получился уверенным. В бюджетном комитете отметили, что главный финансовый документ исполняется, несмотря на объективную ситуацию в экономике. Почти три четверти объема бюджета приходится на социальную сферу. Сами депутаты активно работали в округах, помогали с ремонтами в школах, выделяли деньги на инфраструктуру, инвестировали в экономику города. Отравлено, что в лидирующих позициях на краевом уровне остается предприятие нашего коллеги, депутата Немурчева Геннадия Селёновича. Значит, реализация инвестиционного проекта по закладке я бы не оставил интенсивного типа на базе ЗАО «Паханапа» в 2016 году. ЗАО «Паханапа» в 2016 году. ЗАО «Паханапа» в 100 гектарах молодых на Савгене. Реализация данного инвестиционного проекта признана событием года 2016. Леонид Кочетов поблагодарил депутатов законодательного собрания Краснодарского края за поддержку на региональном уровне. А работу с администрацией города назвал конструктивной и эффективной. Мысль нашла отражение в ответном слове заместителя мэра Светланы Яровой. Мы работаем и продолжаем работать совместно. При этом совместная деятельность администрации депутатского корпуса не заключается только в нормальной творческой деятельности. Мы с вами слышали, что практически все депутаты без исключения являлись инициаторами и организаторами проведения праздничных мероприятий, спортивных, культурных. То есть депутатским корпусом взята очень такая достигнута высокая планка в работе на благо и в интересах населения избирательных округов. Также депутаты отметили, что у города появился действительный представитель в Госдуме депутат Иван Демченко. Председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса Вера Севрякова уже отправила ему предложение о введении на федеральном уровне термина «курорт федерального значения». По ее словам, это поможет развивать индустрию. В минувшем году удалось продвинуть вопрос об отсыпке анапских пляжей. Сейчас документы согласуют в Москве. Благодаря активной работе каждого члена комитета Анапа преображается. Она благоустраивается. Она с каждым годом более становится поужинаем на европейский курорт, о чем говорят положительные отзывы отдыхающих. По словам депутатов, их опора на местах органы территориального общественного самоуправления. Именно они поднимают самые важные для территории вопросы, которые удается постепенно решать совместными усилиями исполнительной власти депутатов, часто с привлечением внебюджетных средств. Подземный переход – это наша гордость. И огромное спасибо главе муниципального образования Сергею Павловичу, Совету муниципального образования за создание такого сооружения. По словам Леонида Кочетова, совместные мероприятия общественности и депутатского корпуса необходимы, так как они сплачивают анапчан. В этом году пройдут выборы депутатов законодательного собрания, начнется подготовка к выборам главы государства. Также впереди работы в рамках года экологии. Нужно высаживать деревья, а с другой стороны учиться банально не сорить. Продолжится подготовка к мировому первенству по футболу. В Анапе строят тренировочные базы, которые после окончания чемпионата передадут спортивным школам.